Всем привет! Сегодня у меня на обзоре воблер от компании Hitfish. Это Wolter 105 SP. Видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина fmagazin.ru. Данный воблер появился у меня относительно недавно. Как-то я лазил по каталогу интернет-магазина и наткнулся вот на такую фирму для себя, новый Hitfish. И решил на пробу заказать такой вот воблер Wolter. Тем более, у него такие сочные характеристики. В общем, я не смог устоять. Длина у него 105 мм, вес 10,6 грамма, заглубление от 0,7 до 1,4 метра и заявлен воблер как суспендер. Давайте покажу чуть поближе его. Ну, такой классический воблер Minol, в принципе, с прогонистой формой тела. Здесь вот некрупная лопатка. Воблер совершенно не упористый. Крючки довольно-таки качественные, острые. Тут вот на этикетке даже и написано, что крючки сделаны в Японии. В общем, покраска неплохая. Я, в принципе, на него уже и успел половить. Словил пару хвостов. Но, как вы видите, воблер до сих пор в идеальном состоянии. Итак, заявлен он как суспендер. Я его недавно проверил в воде. Он, в принципе, практически нейтральной плавучести, с уклоном в отрицательную степень. То есть, он медленно-медленно тонущий. Что касается его игры, то на равномерной проводке он показывает довольно-таки качественную игру. Извивается всем телом. В принципе, довольно-таки привлекательно всё это выглядит. Но всё же я ловлю чаще всего на твичинг. Воблер не очень прост в управлении. Для того, чтобы он показывал правильную игру, необходим не очень жёсткий спиннинг. По проводке это не сильные рывочки с отдачей шнура, на которых появляется возможность завести его на ёлочку. Где-то проскакивает даже роллинг, в принципе. Но такая средняя игра на уровне его одноклассников, таких как, например, Strike Pro и другие бюджетные фирмы. Итак, по поводу шумности данного воблера. Как мы слышим, воблер практически бесшумный. Единственное, вот этот минимальный звук издаёт люфт огрузки. То есть, данная приманка должна неплохо работать по пассивному хищнику. Но есть у неё и нюансы. Это отсутствие системы дальнего заброса. Но, в принципе, я уже половил на него. Не скажу, что вызывает это какой-то дискомфорт. Приманка довольно-таки неплохо летит. Очень редко кувыркается. Поэтому я, в принципе, долгое время и не знал, что в нём отсутствует система дальнего заброса. Ну, а на этом у меня всё. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!